всем привет у микрофона кабе добро пожаловать в корею на прицеле и сегодня мы с вами начинаем смотреть джесса супер торнамент второй сезон 2019 года второй из 200 последнее корейское соревнование в этом сезоне wc с где определиться последний корейский чемпион и также наконец-то закроется вопрос об участниках на близконе от этой страны и буквально в самом начале эфира уже ждало нас определенное открытие в отличие от ликвипедии корейцы вовсе не исключают классика из списка игроков которые добыли себе место на близконе это достаточно серьезно сокращает пул игроков которые все еще могут туда попасть но видимо об этом мы поговорим тогда когда до этих игроков дело дойдет те кто на экранах сейчас уже себе место теплое гарантировали но вот эта пробочка которая тоже на экранах сейчас гарантировала себе теплое местечко под фотонку потому что статс начинает свой поединок с рогом через фаржу и собственно даст от против рога чемпион gsl действующий против чемпиона gsl предыдущих сезон старлиги и прочее и прочее одного из лучших протасов в общем мощные матч-апы у нас на сегодня в принципе две первые пары могут оказаться вообще самыми интересными противостояниями во всем gsl супер торнамент ну и статс показывает что сразу с места в карьер он готов интерес нам с вами поставить вот такой вот за потони вани красивый перекрылся двумя фотонками добавил гейт выехал пробкой и собственно теперь уже фотонит даже наверху то есть эта фотонка она не даст добывать газ и это на самом деле значит куда больше чем может на первый взгляд показаться потому что два газа это ключевой аспект для того чтобы на подобные вещи отвечать потому что есть ну два кардинальных способа это делать в принципе да это либо рэвиджеры либо нидус и это и другое требует огромного количества газа как для одной базы и поэтому потонка которая блокирует добычу на одном из газов это очень-очень важно и вот статс как раз отлично использует особенности карты 3 тонн которые я пока особо не видел чтоб кто-нибудь использовал настолько здорово ну и я конечно немножко напоминаю себе капитана из самого начала первого эпизода третьего диабла который говорит я никогда не видел чтобы кто-то так сражался и ты такой с нулевым уровнем и палкой в руке но окей хорошая у тебя стража наверное мужик вот но наверно не нулевой уровень а все-таки первый здесь но может быть такая минорная ошибочка отстаться что он не добавил во время фотонку но две собаки все равно будут 500 лет прогрызать это фарджу и статс там явно отбивается но здесь у него много-много батареек появляется уже сталкер он не просто достроил гейт но и активно строит с него юнитов но вот в отличие от тех протасов которых мы знаем грим риперов всяких до тайваньских ребят которые выбили нашу сборную из nation wars год назад и так далее и так далее здесь нету роботикса то есть это зафотонивание очень специфическое с двумя гейтами я тут даже толком не могу его анализировать потому что сам никогда в жизни так не играл и даже особо не видел но в принципе то логика тут понятно то есть роли морталов будут выполнять сталкеры которые будут с тот же бессмертными при помощи батареек которые их выхиливают и они будут просто медленно но верно выбивать хатчере ну и параллельно все боевые юниты которые подойдут статс просто добавляет еще один гейт сталкеров у него будет больше но так вот банально с одной базы собирается запушить рога который финале gsl абсолютно закошмарил просто трэпа и статс такой говорит знаешь рог ты конечно молодец но у нас у протасеков тоже есть хорошие стратегии в запасе не только вы одни можете терринов из по всей карте бросать ну и в принципе что плетка потеряна рэвиджер на красных хп был уже нет роучи тоже довольно битые на хате хитпоинт все еще много но тут нет ни лейра вообще ничего и перспективы конечно весьма туманное будет пытаться рог ему надо выбить как-то это все в принципе конечно корзив байл это работу делают там батареек почти не осталось здесь 2 3 даже целых потон очки но рэвиджеров это не проблема приезжает статс ставит две новые батарейки у статс это плана бы особо тоже нет он там даже спуститься на nexus не может из-за того что стенкой наглухо перекрыт и пока рог на самом деле неплохо держится у него 17 рабов на 20 но вот плохо что газ один на статс и сам добывается ему для сталкеров этого хватает пока куча минералов расходуется на батарейки поэтому такое соотношение минус 1 потонка наконец-то это конечно долго очень долго одна королева тоже погибло здесь 3 рэвиджера полетели залпы и потонка вместе с батарейкой погибает но есть целых четыре новые батарейки только одна из них истощена по энергии остальные полные статс легчайше разводит своих сталкеров корзив байлов и плетка это тоже долго жить не будет минус газ в очередной раз рог то потонки те зачем выбивал он газ хотел 2 занять чтобы рэвиджеров делать больше но не судьба джи джи очень интересно сыграно есть зафотонивание опять же это концепт не какой-то новый но бы зафотонивание это хорошее мощное слово но оно требует довольно серьезной подготовки по картам и статс нам такую подготовку как раз таки и показывает 1-0 это еще ничего особенного не значит потому что формат до 3 побед самого первого раунда рог улыбается да он и сам не дурак всякие стратегии такие сгонять но здесь стат застал его врасплох на самом деле вот весь ужас таких стратегий он ведь заключается не в том ну то есть я даже не знаю ни в чем он заключается в том что вы ничего не можете сделать чтобы не дать этому произойти то есть если вы конечно знаете что ваш оппонент там фото нет 10 из 10 например это грим рипер да и он играет не под бар кодом как на ладдере а как на wcs под своим настоящим никнеймом вы просто как сортов выводите рабочих ставите на патруль и не даете заварить вот ту самую локацию которую закрыл сейчас статс но нюанс в том что вы не можете делать это в каждом первом матче в профессиональном старкрафте потому что вас просто перехалявит и получается что протас просто может делать то есть если рабочие на патруле не закрывает эту локацию эту протас может делать свою тему ну в каждой игре когда он просто захочет и вот это будет вот так трудно выглядеть если карта такая как тритон позволяется с краешку крипа снизу первыми же фотонками дотянуться то есть в один шаг как кин кобра в своих гайдах говорил дотянуться до газа то ну типа сушите весла то есть просто но я не хочу сказать что это прям дефолтное поражение потому что можно там через пол например играть на тритоне но опять же если правда знает что зерк на тритоне всегда играет через пул но это тоже легкие деньги то есть конечно такие штуки они очень сильно ломают игру и я даже не удивлюсь если на карте тритон выйдет фикс в котором не знаю даже что будет как-то минеральчики будут по-другому на натурале стоит это ненормально и просто статс это показал и использовал те кто смотрят фотонщиков регулярно возможно уже давно в курсе но я подозреваю что команда баланса blizzard она сейчас просто не такая большая чтобы смотреть там фотонщиков да сейчас бы фотонщиков посмотреть вот и как бы пока это не появляется на турнирах ну реакции нет но вот появилась посмотрим но пока второй сет карта акрополис выпиваем кофе 11 утра я так еще совсем не вовремя сегодня ночью заболел но надеюсь что в голоса хватит на четыре дня пока вроде живем старгейт в этот раз отстаться я к чему сказал про то что заболел что наверное придется немножко голос придерживать я конечно знаю что существует мнение что кабе вообще там полушепотом себя говорить это достигается эффект этот оборудование тихим голосом обычно но конкретно на этом ивенте возможно придется совместить адепт 1 прилетает видит третью хату что ничего стандартного смысле не стандартного не происходит и в частности никаких прокси хат от рога ждать не приходится но я думаю что рок это все-таки не блай и это не тот игрок который начнет час в первой каждой карте ставить прокси хатчера к тому же мы могли убедиться по играм плави со скилоусом которую я написал выкладывал буквально вчера что даже и была и не в каждой первой игре делает ну а рок то тем более кого ему чемпиону gsl в матч-апе zvp в конце концов в этом матч-апе вообще-то боятся фатончиков разве что а больше никого хотя конечно устаться наверное довольно грозный сейчас должен быть имидж учитывая что самого сэролова он одолел финляндии причем не где-нибудь там одарился а дома практически пришел к нему в парнайн он разбросал фантиков на поле для гольфа ломился дверь с ноги уселся в любимое кресло и обыграл его в полуфинале ассамблея а затем и солара финале но не того калибра конечно был турнир прилетает оракул минус два рабочих ну и дальше там роботик стандартное продолжение стат сыграет свой билд как раз тот самый который он финляндии активно использовал но это как бы пока так выглядит то есть там же вопрос как оракулов применять мы видели разные версии некоторые как партинг пытаются вымигрывать и вот некоторые как стат сохраняют оракулов и используют статистных ловушек я думаю это в том числе зависит и от карты прилетают фениксы феникс поднимает королеву оракула вырезают три раба стандартный мув для процессов высокого уровня ну и тем временем здесь с порочком новое добавляется чтобы не было в будущем проблему статствовать фаржа он совершенно никуда не рвется ни в какие олыны меньше всего нужны мне твои и свои собственные олыны говорит статс который вряд ли когда-нибудь слушал земфиру конечно это не мешает ему все же поставить третий nexus и отыграть в макро то есть нашим всем протасом которые на ладдере чизят что мешает третий nexus но они же земфиру слушали понимаете остаться слушал у него все чем мне пока не идеально нравится стиль этот игры что конечно он крипу не мешал но вот до последние корейские разработки они сдерживают все-таки зергов их экспансию не дают тянуть крип совсем уж вольготно время от времени прочищают тумары charge кстати первым апгрейдом это интересно очень интересно видеть как разные протасы по-разному мыслят особенно вот в таком матчапе где нету каких-то явных ответов да то есть вроде общепринятая точка зрения что существуют явные ответы в мидгейме пвт сейчас на пвз это совсем другой матчап кстати в пвп тоже в мидгейме довольно линейно по большей части если вы не пак который едва не взрывает собственных рабочих конечно что под дарко отбиться вот в пвз как раз разный есть подход кстати выбирает игру через чарджи не факт что-то так уж круто учитывая то что делает рок а рок то делает хостов с нидуса и great плюс один там правда далек еще от завершения но в какой-то момент появится то есть у него есть оракула чтобы этому противодействовать но у него контроль карт это не очень хороший пока это рок тут все контролирует устаться теоретически это должна быть конечно и ой как он нашел должна быть инфа инфа есть армия выдвигается куда вопрос здесь есть разные варианты стратегические вырежу ой это кстати куда опаснее чем может показаться то на самом деле это минус нидус смотрите все локус себе сюда ну кстати это грамотное решение то есть вот просто в чем фишка что хостом теперь не уйти если по не локусов выпустили в атаку они бы погибли точно так часть из них вырежут оракула но вот похоже только 2 хоста погибло один последний успел все-таки спрятаться даже битый в этот недос еще один недос тут на дурку такой на натурал но иммортал и конечно в жизни не дадут ему достроиться да и просто здесь новый черт предыдущего просто добили после того как хосты спрятались поэтому строить нового на этом же месте раук несколько раучей кстати там зилотами то могут справиться неплохо но остаться решил построить воидрея чтобы разбираться с этими нидусами буквально не далее как вчера имели мы небольшую дискуссию в дискорд сервере алекса насчет воидреев бесполезно или это юнит в целом но вот вот нашлось применение воидрея который неплохо бьет нидус особенно в разогреве ну а здесь нидус все-таки пропускает статс не успевает он за рогом буквально несколько раучей создает огромные проблемы на натурале а на третьей базе проблем то будет не меньше вот так рок буквально двумя типами юнитов решает проблему казалось бы эрхоны и имморталы под гардиан шил дом должны справляться с таким но нет наверное они в целом могут справляться с раучами но здесь та особенность в том что раучи с ними не хотят справляться и вообще хотят справляться только с пробками сожалению там эпизодом ранее собаки не хотели справляться с пробками хотели справляться с газом это вот конечно потрясающее приоритеты у юнитов 2 старкрафта которые просто ненавидят газ всегда все зил это собаки бросаются в газ я не знаю в чем проблема разбивается еще один нидус здесь будет уничтожен роботик с которым строится им мортал очень сильно не успевает статс ему очень хочется держать армию вместе как и любому протасу и в итоге он просто не может ее толком так поделить чтобы по нескольким фронтам отбиться вот здесь он вроде раучи соперника порвал размазал буквально по карте кстати и на мэйне размазал вот наконец остаться поделил войска как следует но фишка в том что теперь-то у рога лимит 120 и тут дели не дели возможно он просто через атаку пробреет очень много садится локуста правда садятся они как-то очень несинхронно здорово статс подмигрывает архоном смысле архона призмой остаться кстати хорош вообще в этом компоненте игры я как-то смотрел его стримы он иногда потрясающие оборонительные проводят имморталами призме например это не тот процесс который отдаст имморталы когда призма разложена половине экрана ну большую часть когда он в топовой форме по крайней мере здесь могут быть вопросы к тому насколько сильно игроки в целом к этому ивенту готовились те которые себе уже обеспечили место на близкой и потому что и старые добрые не полить страты никто не отменял ну и моральные силы не бесконечны только gsl season 3 закончился впереди близко он как бы отдыхать то надо когда-то корейцы конечно вроде не с не вполне люди не в плохом смысле в хорошем потому что как машины они тренируются но все же им иногда нужен отдых чтобы не перегореть на архону бросается урок архона кажется все таки он в этот раз забрал потому что архонов там было три внизу все не влезли пришлось быстро камень ножницы бумага скинуться снова проползают роучи но они тут тепло и уготована встреча и сталкеры с роучем исправляются тоже неплохо статся вроде бы стабилизирует ситуацию есть конечно проблема это урока пятая база уже ставится остаться пока 4 но фишка в том что он сейчас делает мазершип и когда мазершип появится на карте оборона станет намного проще потому что мазершип очень повышает эффективность именно оборонительной игры когда он висит над нексусом там выбить что-то не так просто да можно привести 10 версиров на как бы вот сейчас например рог этого не делать да то есть это уже превратиться не в какие-то рандомные забегания полноценную атаку а в полноценном сражении здесь протас не так-то и плохо когда у него соберутся вместе имморталы все да не успел статс от микрить в этот раз чуть-чуть его имморталы вышли вперед далековато призме не казалось рядом как раз ошибка но она такая вынужденная есть в теннисе такой термин да не вынуждены ошибки мне кажется что это не одна из них потому что все таки здорово рог его шатает и понятно что чем больше мультитаска тем меньше ты можешь уделить внимание каждому отдельному таску очень здорово рог приходит в атаку не то что у него гидра а потому что он позицию классно занимает у него за спиной четвертая база которую можно выбить буквально несколькими роучами а здесь параллельно нападает в лоб он не обязательно сейчас пробьет в лоб кстати говоря четвертую базу он не выбивает мне не очень нравится но огромный раунд локстов прилетает и они все погибают в шторме так то вообще мы за шип все еще на полных хп аверсиры есть но они как бы не всегда дают полный vision вот в чем проблема то есть там половина армии обычно все равно в инвизе оказывается тут несколько сталкеров которые роучи как раз ждали статс какой молодец вообще представляете себе размер яиц этого протаса который видя все вот это вот что пришло к нему в атаку отправил четырех сталкеров отделил от армии и оставил их на 4 потому что понимал что очень логично рогу параллельно напасть куда роучами никогда бы в жизни я так не поступил все бы объединил в одну армию еще бы до варпал туда на все деньги остаться на это же до варпал но все равно конечно это такое причем это не понадобилось но если бы понадобилось он бы был готов это для starcrafter очень сильное принятие решений уж не знаю как он сидит на стуле с такими в общем в итоге сюда будет нападать рог мазершипа здесь нет это сильно ослабляет бронительную позицию и там есть люра которую как известно в снг комьюнити убить невозможно но посмотрим возможно устаться все-таки получится он кидает тайм варп подзабытый наверно каст многими он не только замедляет скорость передвижения но и скорость атаки что довольно важно люра становится куда менее эффективный вот всей этой бронированной армии даст меньше залпов но все-таки достаточно не нашел не нашлось устаться ответа на извечный вопрос одного из наших комментаторов и от люры он все-таки погибает но конечно формально он погибает то может быть и от люры но фактически от сильно превосходящей экономики соперника в первую очередь потому что на четвертую базу статс так толком никогда и не вышел он держался круто но вот есть такая аксиома в макро игре starcraft а если вы подразумеваете под макро не просто строй рабов заказывай пилоны а именно игру так сказать от объектов да от целей которые нужно пройти вот эти вехи чтобы победу удержать то есть такой постулат и аксиома что если вы сидите дома и терпите то это к победе вас обычно не ведет потому что необходимо какой-то контракшен обязательно навязывать то есть если ты сидишь дома а соперник тебя давит и параллельно занимает база ну типа что тебе в игре-то светит в очень редких случаях это может приводить к победе если например терран который копит battlecruiser но именно так как игра развивалась здесь это не работает не то чтобы статс дурачок и этого не понимает ему просто возможности не дали но может быть в какой-то момент призма на другой части карты другой половине карты могла бы помочь в этой ситуации но статсу не удалось мощно конечно играет рок но статс собственно все еще носят форму и приставку сплайс хотя сравнительно недавно проходили новости о том что сплайс там закрывает какие-то подразделения я-то честно говоря подумал что если уж закрывать всякие популярные игры то может быть и starcraft у ничего не светит но может быть у статси просто еще действует контракт там и его потом не будут продлевать а может быть закрыли просто только другие игры я даже не помню какие от помолол состав закрыли но мы вообще не точно не вникал очень сильно в эту тему с другой стороны экономика киберспорта она не так линейно работает конечно совсем недавно от директора но по нашему как говорить генерального директора на евгении золотарева была большая статья о деньгах о том что ой-ой-ой статс то фотон очка ставят но в общем о том что в популярных дисциплинах там несмотря на все цифры большинство клубов не окупается и типа может быть именно поэтому сплайс решили пойти на волевое решение ну а здесь их игрок идет на волевое решение фотонит второй раз он говорит так рок я все понял поиграли в макро мы в макро ты хороший конечно парень но побеждать я люблю больше помните как герои хоббите ну в экранизации в первую очередь который говорит что я не люблю гномов но орков я не люблю больше статс может быть и не любит фатонить но еще больше статс не любит проигрывать две фотонки достраиваются рог даже не будет пытаться спасать хату это один из возможных ответов уже можно по-разному отвечать но фишка в том что если вам не удалось убить пробку которая может добавить батарейки то как правило ответ через плетки он не очень выгодный а статс играет сейчас очень классную штуку вот статс сейчас фотонит так как я в целом считаю правильным фотонить не то чтобы я офигеть какой авторитет тут изначально это подход кинг кобры но он заключается в том что фотонки должны выбивать хату и обеспечивать преимущество в дальнейшем макро вовсе не выигрывать игру здесь и сейчас и статс действует именно так то есть он откидывает соперника назад по экономике соперник отвечает ревейджерами статс ставит nexus и stargate это вот прям классическая игра почему stargate потому что протас здесь вынужден реагировать на то что его оппонент имеет опять же две опции о которых мы уже говорили в первом сете это либо ревейджер либо хасты ой в смысле либо нидус вот и это ревейджер ну и с тем и с другим в целом быстрее надежнее всего справляется что воидрей старгейта естественно потому что против нидуса там можно поговорить об иммортале еще да но воидрей справляется вот с этой быстрой атакой теоретически но его надо бустить во первых да и здесь очень тонкие конечно тайминги особенно когда про геймеров деле и все равно стоит вопрос какой урон эти ревейджеры успеют нанести потому что они уже здесь они выбили потонки очень быстро статс то не стал тратиться на батарейке а почему не стал потому что соперник очевидно отдавал базу ну зачем тебе вкладывает лишний ресурс это понятно за счет этого он и поставил nexus и в итоге выходит воидрей ревейджер успели выбить только форджу и в целом все нормально целом все нормально для протаса форджа для него не имеет ключевого значения сейчас он конечно мог на апгрейд в ней сделать но на самом деле когда вы играете через вот этот вот старгейт вам слишком ранее апгрейд на атаку на землю не нужен потому что дополнительные гейты и следовательно боевые юниты наземные в таком количестве чтобы это стало выгодным но они не скоро появится и статус продолжает дальше оракулами небо и треями и вообще-то я подозреваю что он дальше до совершенно будет перестраиваться в стандарт и это кстати сейчас очень здорово визуализирует такой ступенчатый своего рода подход к понимаю ну к игре в принципе в принципе в крафт но особенно за протасов то есть он заключается в том что какой бы опенинг вы не играли в конечном итоге вы перестраиваетесь на какую-то схему стандартную и схема стация это старгейт робот вайлайт форджа да и вот это вот все что мы видели в прошлой игре но вот в этой игре он взял и открылся при этом фотонками с nexus но при этом он абсолютно не меняет весь остальной рисунок то есть весь остальной пазл он просто берет как в видеоредакторе до отрезает кусок видео сдвигает его вправо и вставляет в начало зафотонивание и все в этом плане протасы очень хорошая раса для того чтобы учиться играть потому что если например учиться играть за зергов то вас поджидает огромное количество поражений обидных когда вы не поняли что произошло потому что зерк это такая раса которая должна строить рабов пока не придет белый пушистый зверь до в этот момент внезапно заказать юниту и как бы это понимание но не сразу приходит когда нужно начать делать стат здесь решил очень не знаю это обязывающее решение разменяться с этими королевами один оракул отъехал но три королевы погибают похоже стат знал что он делает я подозреваю что здесь опыт зарешал то есть рок скорее всего точно не понимал убивает он или нет а вот стат точно знал что он убивает и поэтому вот дал сражение на самом деле в таких вот необычных ситуациях как да вроде бы три оракула да все как обычно но вместо феникса внезапного и дрей даже вот в топовые про геймеры чемпионы мира и gsl могут не ну не до конца быть уверенными не точно знать как это работает и это как раз один из тех случаев пишет что-то со звуком а что с ним он теоретически может сжиматься слишком сильно и рабовой сеть если это так то мы можем чуть-чуть источник приглушить но вред должно быть все нормально но вы сообщите что оракулы продолжают летать по карте тем временем плюс 1 и charge архивы дальше опять же очень похожий рисунок на то что было во второй игре но здесь рук хотел бы сам в этом убедиться скидывает он change линга ну и статс парой иллюзий разведывает вейдрей просто вернулся и висит дома очень толковое решение но мало ли что там может произойти до версиры прилетят нидус какой-то мне я обычно так циклонами распоряжаюсь в твт это и вообще не только в твт а в любом матчапе и насколько я знаю другие термы также поступают то есть эти построишь циклона в ранней игре а потом оставляешь его на мэйне и он просто поможет если что против каких-то тропов нидусов еще там чего-то здесь войдрей выполняет похожую функцию то есть это юнит которого тебе в целом там довольно запарно микрить в атаке чтобы он был полезный а не умер через заклик да и поэтому ты его оставляешься но здесь статс выходит сам довольно грозное нападение у него то все-таки преимущество было в макро в отличие от второго сета потому что он же оппонента успешно зафотонил и не просто зафотонил а очень дешево зафотонил что стандарт это две три фотонки два пилона а он обошелся 2 плюс 2 ценой и поэтому он очень хорошим положением и поэтому он раскачал третью базу и вот так рано начинает своего оппонента пушить но мы уже видим по табличке продакшн что это не будет до давление до талого как говорится потому что четвертый nexus появится таблица и статс будет играть в макро то есть он получил преимущество и дальше будет из этого преимущества пытаться игру до победы доводит надежный в каком-то смысле можно сказать что он дарит сопернику шанс потому что с вармхосты могут творить чудеса то есть тебе там достаточно один раз потерять концентрацию и уже будут огромные проблемы ну какие проблемы nexus например антаж но статс пока не боится приходит тут узелок избирает к вину ой это же сеть нидуса надо было ее бить это дорогое здание хосты то чем помешали потрут тебя спинкой как вам кстати идея губки для душа стиле свармхоста нет пока такого товара в батлнете в магазине зато в батлнете в магазине появились кстати классические скины из первого старкрафта для керри работал крузера из и ультралиска так что фанаты первой кампании могут проникнуться а здесь статс решил дать большое сражение которое выглядит очень резонным потому что хосток то в этом сражении нет и не появятся они потому что нидус выбивает оракул оракулу то плевать на то сколько там у нидуса армора он же обилкой атакуют на нее армор не распространяется и статс сражение выигрывает по боевому лимиту вроде бы и не скажешь но надо понимать что там 10 плюс роучей то в заказе находится это раз да а два в том что роучи в целом не самый полезный и качественный юнит а у них еще и по апгрейдам отставания тут еще и blink доделается вот-вот в итоге статс заставил соперника выпустить волну локустов отходит естественно статс давай без креатива максимум бешеные микро и все рога там доделывается хай я честно говоря пока не знаю какое будет применение хай на самом деле статс конечно амбициозных сражается стреляя на возвышенность но у него все-таки там есть observer которого никто не трогает а вот его и дрейд вот его и дрейд заработал он мог бы на разогреве убить нидус но он видимо решил что он разогреется если хосты высадить начнут высаживаться он просто прожимает е половина хостов высаживается половина нет но поскольку хосты то собственно потратили локустов в обороне то естественно не было смысла им высаживаться стат ставит 2 старгейт ставит флипбикон готовятся в макро играть тут ревелейшн бы наверное но статс хочет просто жечь что делается трэп божит как известно статс жжет в этой игре оракулами и вот вот оно то о чем мы с вами говорили батарейка пытается и войска убьют этих локустов им не хватает буквально каких-то там считанных нескольких тычек но надо сейчас кинуть boost в этот nexus чтобы у него энергия быстрее восстановилась смысле щиты конечно же и батарейками возможно его обстроить не помешало бы а так посмотрите на мини карту сейчас у статса слева патрулирует небольшая группа войск справа патрулирует войдрей но на этой карте когда вот занята четвертая база дальше не так-то легко подобраться если подумать да рельеф карты какой интересный мир он я об этом как-то никогда не задумывался но потому что когда ты играешь на низком уровне ты там весь в огне пытаешься в соплей блок не попасть и отчизание сдохнуть и честно говоря не до рельефа тонкости но вот когда есть время не спеша посмотреть со стороны то видно что действительно очень оправдана стратегия остаться в этом плане то есть он получает преимущество это позволяет ему быстро выйти на четвертую а дальше уже и хосты вроде не так страшно это ну чтож масса мортал и арок в свою очередь заказывает третью атаку заказывает адреналин взял по ревейджеров по одному имморталу попадают активируют ему пассивку конечно ревейджеры не могут через атаку сражаться с такой армии похрюкали немножко для нас роучи забавно было пистол в реальной жизни тараканы тоже хрюкали но на практике гораздо чаще хрюкают владельцы квартир где тараканы заводятся очередное забегание рога встречает армия статца это немножко похоже на то когда ты на своем алмазном ладдере или платиновом решил поиграть в рейнера и такой весь из себя на райт кликовых забеганиях но вот тут ты понимаешь что ты наверное не рейнер потому что что-то тут тебя приняли там тебя приняли и вот у тебя уже 200 потерянных собака восто в общем-то и ныне там в платьями поэтому наверное что-то рейнер делает не так а может быть ты что-то делаешь не так в принципе ответ то он ясен он заключается в том что надо соперника сначала чем-то серьезно напрячь и отвлечь и вот поскольку статц как раз сейчас не отвлечен а очень даже собран то он и не напрягается и все забегания рога перехватываются а тут тем временем уже идет вот такая вот грозная история карьеры мазершип осталось только фотонок штук 20 и можно вызываться за ничью но вообще-то наверное статц претендует все на победу тут кстати целых три уже спорки поставлено именно в этой точке куда приходит статц не знаю насколько страшно мазершипу и карьерам есть караптеры и они может быть даже убьют мазершип хотя под архонами и штормами не так то просто это будет сделать но игра почти образцовая конечно и возможно некоторые зерги сейчас скажут ну вот чё вы нам там про имбу затираете видите нужны просто руки играешь как статц и молодец но не будем забывать что все-таки это было начало с зафатонивания кто бы спорил что если соперника идеально зафатонить то у тебя будет преимущество но не каждый первый протас умеет как следует фатонить и не каждая первая карта для этого подходит хотя если судить по этому матчу то пока что 2 из 3 так что все не так плохо уважаемые друзья фатонщики но если серьезно то опять же повторю свой point что я бы не хотел видеть starcraft в котором зафатонивание станет постоянно возможной опцией то есть мне бы хотелось чтобы это была более нишевая история который очень сильно зависит от исполнения вот как в брудворе в брудворе зафатонивание невероятно жесткая тема потому что фатонки убивают лингов гидролисков разрывают на куски рэвиджеров никаких там и близко нет королев тем более таких как в ска 2 но при этом вот не каждое здание образовывают стенку и поэтому фатонить очень сложно и далеко не на всех картах это вообще возможно и вот это хороший прием то есть если уж там где это возможно ты пропустил ну извини воска 2 конечно с этим история чуть другая но на данный момент статус показывает что по крайней мере это позволяет немножко выровнять ситуацию в балансе ну или возможно как раз привнести баланс таким образом из да у вас есть сильный мид гейм да у вас есть очень мощные лейтгейм композиции говорит он зерга но у нас свои инструменты чтобы вы не вышли туда с преимуществом посмотрим что будет в этот раз гейтфорджу играл статс так что все возможно по-прежнему но эта карта выглядит куда менее подходящий тут в один шаг ты явно не дотянешься до газа например может я просто не шарю ну конечно видно по до табличке ресурсов уже что там next кибернетка и на world of slippers будет стать все-таки стандартно играть напоминаю что матч идет до трех побед но в целом нас ждет аж 4 противостояния сегодня 4 также и завтра 4 и в субботу это будут соответственно четверть финала ну и на воскресенье остается полуфиналы и финал формате до четырех побед очень много старкрафта в принципе наверное главная плохая новость для фанатов starcraft из снг заключается в том что nation wars в прямом эфире на русском языке не будет показываться но алексом по крайней мере не будет там есть другие стримеры явно вот но по крайней мере украину которая играет буквально сегодня в четверг алекс обещал постараться прокомментировать там уже в москве на игром мире с утра ну для запись короче сделать и на youtube ее выложить в пять часов то есть можно будет все же посмотреть но другие матчи до останутся за бортом эфира ничего не сделаешь мы просили организаторов по возможности перенести украину и россию на следующую неделю но видимо не получилось тем временем стат сыграет через роботикс в этот раз ну и с твой лайтом и с даркшрайном будет билд и похоже это кстати билд в трех дырков насколько я понимаю тут такой ранний робо ну твой лайт без добавления 2 гейта и потом 3 ты добавить не можешь а если добавишь что не хватит банально минералов на варп четырех дарков там все-таки 500 минералов нужно но зато тайминги получаются более ранними да вот они гейты очень красиво закрыта стенка устаться стать явно не из тех протасов которые не знают матчасть и толком стенки закрывать не умеют честно говоря меня поражает что на профессиональной сцене такие есть есть такие люди как со с и харстом они просто иногда заставляют развести руками ну потому что я не понимаю как это возможно если ты столько лет тратишь столько сил на то чтобы поддерживать топовый уровень как игрока еще я кстати не понимаю зачем статс адепта высадил но наверное чтобы лингу убить который на третьей базе тусит то есть что тебе мешает потратить каких-то там 10-20 минут чтобы просто освоить стенки на всех картах и увеличить свой скилл там еще на 10 процентов или на 5 не скилл результативность ну это же просто смешно но тем не менее есть игроки которые стенки ставить не умеют но статс явно не один из них у него все супер четко как и дарки его четко приходят у рога полная паника он совершенно к этому билду был не готов он если и ждал дарков то по стандартным таймингом 4 гейтов и в итоге у него нету спорок никаких есть один аверсир на моей не дарки развлекаются они не так много на убивали на самом деле но рабы прокатались чудовищное количество времени а главное это прелесть билда в дарков в любом матчапе заключается в чем-то в том что ты третий нексус ставишь на халяву и тебе вообще не нужны другие боевые юниты потому что если к тебе придет контратака ты сделаешь что варпнешь дарка вот и все и они очень легко от всего отбиваются поэтому например когда начинаешь играть за протасов очень здорово использовать дарков для быстрого экспанда в качестве стартового билда просто одна база дарки в нексус и главное понять концепт что ты дарками не убиваешь оппонента ты дарками его держишь на базе чтобы получить экономическое преимущество это не самый очевидный концепт потому что там на уровне низком типа бронза серебро когда люди только начинают играть обычно драки используются чтобы убивать на уровне повыше это не так работает ну и до старый добрый прием я сам в первом старкрафте обожал убивать быстрых люкеров с помощью дарка саб сервером давным-давно запирание люкерами протаса на ранней стадии игры было стандартом но современные старкрафтеры нередко используют это чтобы чистить крип весьма похожая задача но остаться тем временем в этот раз нет я хотел сказать раньше добавлять старгейт 2 тут я понял что это же первый старки он переходит фениксов из этой позиции это я не понимаю пока но он увидел шпиль он чем-то увидел шпиль я то что-то провтыкал конкретно пока вам тут прохладная история рассказал остаться похоже все заметил он просто строит фениксов против муты да теперь все ясно то есть рок решил на муталисках оппонента подловить пользуясь как раз тем что там не будет большого количества сталкеров да и вообще никакого скорее всего почему потому что ты обычно сталкеров строишь на старте а потом какое-то время нет если ты не пушишь имморталами остаться то тут экономику раскачивает но в итоге у него есть архоны в призме и несколько фениксов уже присутствует там делается архивы чтобы архонов строить было комфортнее просто по ресурсам но тем не менее рок серьезно настроен он делает апгрейд на атаку на воздух делает апгрейд на коготь и собирается видимо немножко поершить через улта линга бэйнов против протаса устаться все устраивает он заказал уже второе будет на атаку очень сильно рог отдает кстати преимущество по апгрейдам уже не первый раз но это на самом деле довольно характерная черта зергов которые по умолчанию агрессивно как мне кажется то есть они в агрессию как бы вкладывают много ресурсов и в итоге отстают по апгрейдам тот же самый блай например нередко конкретно проседал по грейдам в своих играх и правда рог в этой-то игре акт агрессивным не был он отбивался но мне кажется что есть такой вот паттерн мышления возможно я и лишнего придумываю не знаю но как будто не было бэйны завернуты бэйнов больше нет но на самом деле еще есть и очень много и рок как раз будет пытаться армию соперника окружить в центре бэйн очень классный инструмент на самом деле потому что они выполняют очень важную задачу они вкатываются в темплеров темплеры они же что делают они кидают шторм это довольно очевидно да вы могли без меня догадаться но после этого они как бы ждут пока шторм пройдет почему потому что урон от штормов не складывается а в этот момент как раз в них могут вкатиться бэйны если доживут но они не могут этого сделать как правило если ты забываешь им апгрейд на скорость тогда да да там уж молодец рок забыл апгрейд на скорость потому что матчап не тот и в итоге бегает вместо того чтобы и накатались они такие корги бэйна бегают трясут попками это очень мило и про то с особенного восторге он им даже лайк бы легчайше в инстаграме поставил потому что в это время он уже получает мазершип получает себе апгрейд на атаку и предельно доволен жизнью не будем забывать также и про счет 21 так что статься я думаю чувствовать себя максимально комфортно сейчас разве что ноги на стол не закинул но шутки шутками а покатушки то вот-вот доделываются и начнутся так сказать на карте но там на карте еще и темпесты начинаются заодно они правда в данном случае тут вообще мало кому наносят урон темпесты в целом не то чтобы юнит который наносит урон глобально они тактическое преимущество дают но они наносят урон конечно по массивным целям таким как battlecruiser карьера колосса и брудлорды что максимально важно матч это против зерга но пока на карте их нет пока на карте такой трешовый т2 микс но фишка в том что он стоит совсем не дешево и не будем забывать что это реведжеры по 100 на 100 это бейлинги и не по каким из этих юнитов темпесты не наносит урон то есть темпесты это сейчас бесполезное вложение потому что с этой армией не будет позиционно воевать рог ну как я это вижу то есть он сейчас должен готовить просто нападение с трех сторон и большой думс примерно и сейчас это вот и происходит первая волна бейнов докатывается половина сантрей не осталось штормы пока что еще есть стат зажался в уголок был ли он при этом робким согласно песни чужая не знаю но выжить выжил он бы отбросался еще форсфилдами поэтому рука не пошел не уж не знаю правда почему он не подошел дать туда коррозив байла выглядит нелогично не будем забывать что урога где-то нету полного обзора карты и опять же там был мазершип свои скастаться были невидимыми а версир там возможно не подлетел ну и тут рога были две возможности дали бы у него все получится либо он что-то неправильно поймет и вся его армия погибнет за несколько секунд штормами архонами rock решил отыграть понадежней но все-таки там пол карты в крипе 5 бас даже несмотря на то что у тебя пока не реализованы технологии ну хайф то есть брудлорды то заказываются собственно вы привлекательная чертовски привлекателен да но время то можно и потянуть тем не менее но насколько тут брудлорды конечно окажут позитивный эффект это отдельный разговор попасть коррозив байлами по фениксом кстати за это надо сразу отдельную ачивку в игре выдавать никак не подойти толком рогу вот он решил все-таки идти до талава потому что ему не очень нужен этот лимит просто наземной ему нужно заказаться чем-то более толковым он заказывает характеров ну кстати 46 лингов он все равно заказывает так что возможно то я был и неправ но там кажется не осталось таки темплеров осталось чуть-чуть имморталов зилотов архонов и понятное дело темпестов пару темплеров до варпал статс но конечно он не будет ждать когда им восстановится энергия и следовательно штормов не будет но под такое количество архонов залететь караптерами это все равно утопия если только их не взорвут блин то есть это хотя и не выгодно но ради такого одиночного эффекта там ченжи ноги пошли вперед чтобы давать обзор ну и вот они покатились бои на пошли штормы нашелся где-то темплер но бейны все равно докатываются и наносят урон коррозив байлами убил часть бэйнов сейчас рог но конечно мазершип тут очень здорово работает я считаю что рогу нужен вайпер и надо его тянуть и убивать потому что иначе слишком сложно размиклить потому что ты не видишь толком где какие юнит это же не можешь аверсиром летать все время на пофиг туда сдохнет то очень быстро от архонов пока бродлорда живут но посмотрите что с ними творят темпесты и это причем без ревелейшна то есть они просто на естественном дальности обзора вот так делают и все джи джи 31 и чемпион gsl рог покидает gsl супер торнамент в очередной раз статс доказывает что пусть финале gsl было полнейшее уничтожение протаса но это не значит что баланс настолько плохо да в лейтгейме не просто если вы посмотрите стрим статс и вы увидите что он и сам часто зергам проигрывает но в турнирных играх в играх когда и майндгеймс да и разные билды идут в работу можно найти решение для того чтобы не играть зергам в свою игру просто потому что стандартную свою игру просто пошла starcraft это не только про то что мы доходим до ультимативных армии а потом кто-то сильнее поэтому его надо понерфить и как раз то что игра не выглядит так делает ее очень интересный для просмотра потому что приходится искать альтернативные решения которые нам с вами иногда не просто не очевидно да то есть мы не только их не можем исполнить но мы их не всегда можем даже заранее понять а потом приходит человек и понимает и исполняет в этом красота это сделал статс рог покидает турнир отправляется готовиться к близко ну ну а мы с вами отправляемся готовиться к не менее захватывающему приключению потому что впереди нас ждет противостояние дарка и мару классическое буквально противостояние 17 18 годов где они встречались аж несколько раз подряд ждем что и в этот раз будет столь же эпично но пока перерыв